Золотая рыбка водится в Ногинском районе. С этого года на Бисеровском рыбокомбинате стали разводить форель редкой породы, янтарного цвета. От своих сородичей она отличается еще и повышенным содержанием витамина А. Алексей Гузеев увидел чудо-рыбу и других обитателей крупнейшего в Московской области рыбного предприятия. Этот цех одновременно роддом, если и детский сад для форели. Сначала из икры появляется личинка, потом она превращается в малька и, наконец, становится рыбой. К каждому возрасту своя колыбель. Форель-хищник, ест в том числе и себе подобных. Потому ни в коем случае нельзя держать в одном бассейне новорожденных и тех, у кого появились жабры. За порядком следит всевидящее око. Здесь у нас находится пульт наблюдения, так как в воде установлены датчики и на компьютер выведены все данные. Вот температура, кислотность воды. И в каждом бассейне видно содержание кислорода. Питаются мальки специальным комбикормом, произведенным в Дании, который насыщен протеином. Достигнув веса 100 граммов, форель идет в школу, переселяется в бассейн покрупнее. Ну а в так называемую товарную рыбу она превращается спустя только полтора года. Выращивают здесь и совершенно удивительную породу рыбы. Называется она адлерская янтарная. В самом адлере ее сравнивают с золотой рыбкой и предлагают загадать желание. Эта рыба еще более богата витамином А и еще более полезна для употребления. А вот чтобы вырастить карпа требуется три года. Он питается в основном растительностью и в отличие от форели любит теплую воду. Зимой почти не растет. Зона наша, она, скажем так, для карпа уже прохладно, а для форели еще жарко. То есть климат такой у нас. А еще у карпа есть надоедливый сосед – карась. У них одинаковый рацион питания. Так что карася стараются всячески оградить от среды обитания карпа. В том числе с помощью еще одного соседа – щуки. Мы подсаживаем щуку. Там несколько штук, на гектар сажаем щуки. Значит, в чем здесь интересно, что производители щуки нерестятся по самые первые в природе. То есть когда самая холодная вода, вот лед только растает, щука отне рестилась. И личинка щуки выедает личинку карасят. Кроме карпа и форели, на Бисеровском рыбокомбинате выращивают толстолобика, белого амура, осетра. Ежегодно предприятие продает 1200-1300 тонн рыбы. Также оно занимается переработкой кильки, леща, скумбрии, мойвы, салаки, привозимых из других регионов. Все это делает его крупнейшим рыбокомбинатом в Подмосковье. Продукция поставляется более чем в 250 магазинов столицы и области. Алексей Гузеев, Константин Гребенкин, Ногинский район, Новости Подмосковья. Субтитры создавал DimaTorzok